К лету стать оранжевого цвета. После перерыва в несколько зимних месяцев на площади Азатлык возобновили строительные работы. Напомню масштабную реконструкцию. Главная площадь города переживает с 2017-го. В прошлом году началось возведение нескольких высотных объектов, но на зиму стройку заморозили. Однако на этой неделе Азатлык снова ожил. И по плану начать прогуливаться по обновленной площади челнинцы должны уже этим летом. Узнать, что там происходит, отправилась съемочная группа «Челны-24». Если прийти сейчас на площадь Азатлык, результат строительных работ можно увидеть не везде. Например, реконструированный фонтан еще только ждет большая часть изменений, так же, как и металлическое смотровое кольцо. Здесь работа вновь закипит лишь после того, как среднесуточная температура поднимется до плюс пяти. Его должны будут покрасить в оранжевый цвет. Опять же, ждем теплую погоду, чтобы технологические процессы правильно все провести. Кафе треугольное с трибунами. По ним начнется скоро облицовка фасада, тоже оранжевого цвета. Один из самых непростых объектов на площади, включающий в себя кафе и амфитеатр, возводят и при нынешней погоде. Сейчас строители завершают его стены, некоторые из которых будут иметь витражи. Облицовка фасада и установка деревянных сидений на верхней части начнется, когда на улице потеплеет. По планам архитекторов, летом здесь будет размещаться кинотеатр под открытым небом с передвижным экраном. Параллельно с амфитеатром возобновились работы над пешеходными переходами. Сейчас строители застекляют крышу, вес которой составляет более 20 тонн. Позже здесь появится еще несколько киосков, выполненных также из стекла. На весь объект строителям предстоит уложить 128 таких прозрачных квадратов. Необычная задумка позволит стать навесою торговым точкам и единым целым. Вновь претерпят изменения и подземные переходы, так как они также являются частью площади. По плану обновленный Азатлык челнинцы гости города увидят 1 июня.